Сегодня мы собрались здесь, чтобы провести пуджу кундалини или пуджу Адишакти. Есть отличие между ними. Адишакти — это вся сила Бога, Его желания. В то время, как кундалини — это та, которая отражается. Это часть, которая отражается в людях, как кундалини. Так что существует разница между Ади-кундалини и Адишакти. Адишакти — это парашакти, это сила, которая выше всех сил, которая управляет всеми силами. И одной из сил Адишакти — это кундалини. Например, кундалини, которая помещена в меня, в треугольной косточке, это не вся я. Точно так же, та кундалини, которая помещена в вас, это не все. Конечно, это сила, которая существует для того, чтобы дать вам вашу самореализацию. Это сила, которая освобождает вас, которая питает вас, которая просветляет ваши центры. Но есть две другие силы, как вы знаете, очень могущественные, которые работают через Ида и Пингала. А третья — это Махалакшми, которая находится в центре. Теперь, кундалини, главная работа кундалини — это дать вашу самореализацию, потому что она ваша личная Мать. У каждого есть кундалини внутри него himself or herself reflected whatever may be the quality of that person. Теперь, как вы видите, reflections fall on everything. Скажем, если отражение Луны падает на камень, мы не увидим никакого отражения. Но если оно падает на более хорошее отражение, скажем, на воду, тогда мы можем видеть это отражение. Но когда оно падает на зеркало, которое очень хорошо сделано, скажем, в Бельгии, она отражается лучше. Поэтому вот как отражение постепенно улучшается. В то же время мы имеем различные отражения, но они могут быть улучшены, совершенно высшего класса. И они могут быть сделаны совершенно высшего класса. Это зависит теперь. Это зависит теперь от двух других сил, которые находятся в вас. Одна сила – это желание. это желание. Хотя кундалини, как мы видим, это сила чистого желания, что она не хочет ничего, но она хочет дать вам самореализация. Но она хочет дать вам самореализация. Две другие силы – одна из них – это мирские желания. Если они становятся ничем иным, как чистым желанием, тогда у кундалини нет проблем с левой стороны. Но если это не чистое желание, но полное других желаний, например, первое желание людей, которое исходит от животных, я думаю, это пища. Он хочет пищи чтобы питать себя. Но люди принимают пищу не только для питания, также из-за вкуса ее, из-за красоты ее, что врожденно работает в них. Вот почему мы гоняемся за пищей, которая очень хорошая, очень вкусная. Всевозможные идеи у нас есть. И нет стандарта. Кому-то может нравиться это, кому-то может нравиться то. Но тот, кто понимает, что вкус пищи не важен и может практиковать это, тогда это работает. Это творит чудеса. Потому что самое низкое желание пищи подпадает под ваш контроль. Если вы можете иногда обходиться без пищи, конечно, не ради Бога, а ради самих себя, Бог не хочет, чтобы вы голодали. Если вы можете жить без пищи, если вы можете наслаждаться любого типа пищи, тогда вы можете сделать много вы проделали очень много чтобы улучшить ваш путь в Сушумна для Кундалини. Я видел во многих случаях что Кундалини просто не поднимается. Она не поднимается. Даже если она и поднимается, она падает опять. Это происходит тогда, когда человек слишком потакает своим прихотям. он все время думает о вещах которые не имеют очень уж большой важности для духовности. Кроме этого, есть еще одно ужасное желание у нас это урвать столько денег сколько возможно думать о деньгах. В этот раз у меня был плохой опыт из-за того, что сахаджа йоги пришли ко мне и сказали, мать, они просят не могли бы мы уменьшить плату за пути? Я была шокирована, хотя я никогда не делала таких решений. это все решала с лидерами. Я ответила, это не моя забота. Тогда они хотели бы иметь это по дешевке, как в магазине, понимаете ли, или что-то вроде дешевой распродажи или еще чего-то. Это одна из величайших опасностей для вашего восхождения. Гуру люди платят миллионы и миллионы. Здесь же вы знаете, что я работаю над вашими проектами, я покупаю землю для вас и делаю все для вас там, где необходимы деньги. Но никто не приходит с предложениями безвозмездно пожертвовать деньги, как таковыми. Они не понимают. они не понимают, что это для вас, что я должен иметь все эти вещи, не для себя. и они много раз подобным образом. Однажды мы решили, что мы можем снизить на 50% плату. Немедленно, что многие стали звонить. «Ой! Будете ли на 50% снижать цену? Мы согласны на такую сделку». Это программа. Например, на распродажах, что они делают? Они предлагают вам что-то так, чтобы они могли иметь гораздо больше покупателей или что-то в этом роде. Sahaja Yoga прямо противоположно этому. Вы не должны давать ничего. Но вы же получаете все. Но это не распродажа. Это не распродажа ни коим образом. Это то, где мы должны платить, потому что у нас должны быть все эти вещи. Я должна платить за столь многие вещи, которых вы даже не знаете. Как прошлый раз, у нас было около 50 человек, которые приехали просто бесплатно. Некоторые из лидеров знают. Но другие лидеры, они просто продолжают просить об этом. Потому что, я не знаю, они хотят стать популярными среди своих учеников. Это причина. Так что, это думание о деньгах само по себе является очень замедляющей силой для вашей духовности. Потому что, что иначе делают другие то же самое. Все время они думают о деньгах, думают о деньгах. Если вы думаете о денег, и думаете о earning больше, для Сахар-йоги, чтобы помочь Сахар-йоги, это хорошо. Но это для ваших собственных идей. В России это очень распространено. Не в Индии, я должен сказать. Индия — это плохая страна. Но один день, Йоги сказал мне, «Я нужна денег для школы». Я сказал, «Хорошо, я дам тебе». «Нет, нет», он ответил, «Я соберу». И он собрал 18 лаксов рупий. Конечно, я говорила ему, «У меня есть деньги, чтобы заплатить. Не собирай их». Но столь большое ориентирование на деньги все время, думание о деньгах, экономия денег. Эти вещи абсолютно против Сахар-йоги. Вы можете спросить, «Кого угодно, как много я понимаю в деньгах. Я не понимаю банковское дело. Я не могу сосчитать даже тысячи фунтов. Я посчитаю их как две тысячи или три тысячи. Я не знаю, что я делаю. Мой мозг отключается, когда дело касается денег. Я не знаю, как считать. Я не беспокоюсь о том, какие деньги у нас есть, что у нас есть, что мы должны сделать. У нас есть эти деньги здесь. Давайте сделаем что-то в отношении их. Сегодня, я не знаю, почему я должна была говорить об этом грубом предмете. Но мне указывали на это. Мать, вы никогда не должны ничего говорить об этом. А то люди становятся очень материалистичными. Это очень печально. Даже один человек, который является материалистом, мы должны убрать его из Сахар-йоги. Градуально, это работает таким образом. И вы удивитесь, что вы вне Сахар-йоги. Это очень удивительно. Это очень удивительно. Как после получения реализации также, глядя на вершину мира, мы все еще живем в маленьких дырах, как крысы, из-за этих денег. Эти деньги принесли так много проблем к нашему миру. Вся эта экономика и все это знание экономики куда это уходит. Становится ли мир лучше? Благодаря ей спад производства продолжается всюду. В каждой стране куда вы не пойдете столь большая безработица она столь распространена. Это показывает что эта экономика также очень искусственная наука и dealing with the weaknesses of human beings не с их силой. Если бы они могли знать силу людей они могли бы сделать гораздо лучше чем они делали до сих пор. Я приведу вам простой пример. Сейчас у нас есть очень усложненные места на Западе. Очень усложненные. Знаете ли, у них все электрифицировано. Вы нажимаете кнопку и все появляется. Особенно в этих современных самолетах когда я путешествую я не знаю какую кнопку нажимать потому что они столь тонкие и столь деликатные. Вы знаете, нужен особый артистизм чтобы сделать это. Это все для того, чтобы получить больше денег и произвести впечатление на месте. Но в то же самое время люди присущаются. Когда вся эта усложненность вокруг они присущаются компьютером они присущаются компьютером они присущаются электричеством они присущаются цементом они присущаются всевозможными искусственными вещами. Это факт. Больше, больше, гораздо больше, чем в развивающихся странах. Они просто присущаются. Теперь это сила. Это сила. Почему же они присущаются? Они присущаются, потому что они понимают, что это не дает вам радости. Это не дает вам чувство умиротворения. Это раздражает их. Так что это против человека, человека характера, человеческой цивилизации. Это что-то нечеловеческое. Так что же сейчас делать? Я была однажды в Америке и поехала навестить нашего друга. И все дома были покрашены в цвет коровьего навоза. Так что я спросила, почему у них повсюду этот навоз на домах, понимаете? Что с ними? Почему у них нет красивого белого или другим людям очень нравится песочный цвет? Они ответили, что сейчас эти американцы хотят иметь коровий навоз или что? Потому что они присытились с цементом. Теперь они не могут получать так уж много навоза здесь. Так что у них есть особый способ of making cement look like навоз. Они смешивают ингредиенты, так что цвет получался как у навоза. Но я спросил, почему навоз из всего что есть? Так что они ответили, что некоторые из них были в Индии. И они жили там каких-то хижина, которые были покрыты коровьим навозом. Так что они пришли к этому логически... ...что навоз, если он будет у нас, это будет самым успокаивающим цветом для нас. Так что люди стали использовать навоз. Какова же сила сейчас? Какова же сила сейчас? Какова сила? Сила в том, что они хотят жить естественным образом. Они не хотят иметь искусственных вещей. Так что они уходят в другую крайность, чтобы иметь навоз. Сахача-йога посредине. Теперь нужно понять. Теперь нужно понять. Нужно понять. Наносите ли вы навоз? Или cement, или что угодно. Это не принесет вам радости. Сын, в Индии. Люди, которые цементные дома великие, понимаете? According to them, cement represents luxury, and also wealth. But, in the West, if people see cement, my goodness, to them, it is something like a grave. So now, the positive thing that is in them is that they now want to live in the natural things. they want to use natural materials, natural life. But to the extreme, if they go… you see, we had anti-culture, like hippism and all that. It brought no luck. So, to get from one end to another extreme, is also not conducive to a human life. because… and… you see, a human being cannot become primitive. Even if he tries to dress up like a primitive person, his brain is modern. So, when they get fed up, from one to another, they don't realize that what is the missing part. in both the things, whether you live like a rustic person or a very cementy person, any time you might live, the missing point is that in everything there is a competition. Once it starts the fashion, alright, everybody will have canchers, everybody is having canchers. Now, in this competition, they missed the point, is the joy. A person who is a realized soul, will not desire, whether it is cement or anything, or anything, it does not, it is just the same. But, it will come to his mind that all these artificial things are really human beings. So, he will say no. But, he will not have hair like the primitive people. he will not behave like primitive people, he will not behave like primitive people, and lead a very normal, natural life. So, when the mind starts thinking something about it, it will never get to the point of joy, from one end to another. So, they think that they are going into a balance, they are going into dharma. they are going into dharma. But, my experience is different. Even those, who were hippies, I know them. They used to eat, like Korean blankets, and they are very much interested in their comforts, and they would go to any extent of snatching anything that belongs to somebody else. They thought they now become hippies, because they have given up these, they have given up that. So, the mind that suggests, that to overcome your money orientation, your competition, and all these artificial things, you should change your lifestyle. But, that doesn't help. Never. It's just a play of the mind of one another. So, how to detach yourself, from this idea, of money orientation? Whether you wear a sanyasi dress, or you wear a wonderful, some very expensive dress, it's the same to the body. You can't even see your own dress. So, it's the same to the eyes. But, with the mind, you start convincing yourself, that now, I've become a big sanyasi, because I'm wearing a sanyasi dress. By wearing that kind of dress, you can never get rid of this nonsense. So, first thing, you have to be a normal person. There's no need to be abnormal outside. That you are deceiving yourself. If you think by changing your dress, attire, your lifestyle, you have become a great sanyasi, or a great detached person, from this money orientation, then I must say, don't deceive yourself. A person, who is detached from the game, helps the Kundalini to rise constantly, without any catches. So, for a sahaja yogi, it is important to introspect. And see for itself, what is your level, as I told you about the reflector, what sort of a reflector you are? No use deceiving yourself, because sahaja yoga is for you, for your benevolence, and your Kundalini is for your benevolence. The ascent is the aim of your life, and to perfect it is your job. So, you don't have to take to anything outside. It is inside you have to see yourself. What sort of attachments you have? The second force, which is, I am surprised how, has suddenly come up among sahaja yogis, that they don't have immorality problems. They have just become moral. Most of it, 99.999, I think, are moral people in sahaja. because they enjoy their morality. Because they enjoy their morality, they want to be. Not only that, they want their children to be moral. Their families should be moral. And that is how morality is created in sahaja yoga yoga. In that also, one has to understand that it is the innocence, which is the force. Not the morality. Like some people write to me, Mother, I get up in the morning, I sit before the photograph, I do this, I do that, then I take my bath, and then I do that. I can't understand this. No, not necessary. You have to cleanse yourself once in the night, and you cleanse yourself, your body, and once in the morning, you have to pray. That's all. It's not necessary to have this ritualism, this kind of a rigmarole all the time, to go into the morning, every day morning, to give you access to the business. And they become fanatic. They start becoming absolutely fanatic about yourself. And this fanaticism can be very dangerous, because because they try to remember everything by heart, this and that. Not necessary. It should be in the heart. Because it amounts to the lip service then. And with the lip service, gradually you start feeling, you are made, you are Mother's Day, you do this and that. So, you are so far. Like, I can say like, you hit a ball, and it just comes back. I have seen people, many who try, just themselves in Sahaja Yoga, just outwelled by themselves, but by themselves. Sahaja Yoga attracts, no doubt. But, you must have gravity. If you don't have gravity, how can you be attracted? The seriousness about it, in only this, that you should introspect, Find out, what's wrong with you. Because this is a great chance for yourself. With this kind of a mind, which becomes fanatic, in Sahaja Yoga. Start saying harsh things to other, and, disturbing, the peace of others. Because they think, they are very great, Sahaja Yogis. Then, I think, one should introspect, and find out, why am I doing it? So many people, have the same difference, but for that, they scold others. Perhaps, maybe they, by correcting another person, that, I don't know what is the idea, of their procedures. But, it is very absurd sometimes, the way, people look at their, look at their problems, as if, these are the problems of others. Now, if I am saying, this to you, somebody must be counting, ah, I know this one, other thing about that one. Never will say, that it's for me, and I have to see, myself, a introspect, and find out, what is that you need. So, this is, one of the most important things, is, that you cannot be harsh, you cannot hurt people, you cannot misbehave in them. And, if you can do that, then, you are thrown out of Sahaja Yoga, by yourself. nobody has to throw, nobody has to throw. You have to collect it, you can have to fight, and you have to fight. If the collectivity is not there, your Kundalini will never rise, because she is rising, she is trying, to give you your second birth, so that you become, one with the whole. The drop becomes the ocean. That's her job. She'll never rise, that person, who thinks he's very exclusive, should not come to Sahaja Yoga. This is another, great hurdle, in rising the Kundalini, when people think, that they are something special. we have no peace route. And, leadership is also, is a myth, I think. People, whom I think, are better off, with their Kundalini, I can communicate better. But, sometimes they too behave in such a manner, that one is shocked. How could they behave like this? And these serpents, you see, they suddenly come out, and you see them. You are shocked. What are they doing? Where is their attention? What are they worried about? So, such stupid ideas, if they walk into your mind, they will shut up now, I know mindset. Это лучший способ хранить себя подаль от всех этих бессмысленных вещей, которые пропустила Артхан. First of all, you must remember that you are seekers of truth, have been seeking truth for ages, for years together, and now, I would say, for many lives, and now you have found it. So grab it and hold it fast by understanding that this is what you wanted, what now. The another big problem that comes in the awakening of the Kundalini, which I think is very important to you, told to you, is that some of you think that you are very close to me, that you have a special right on me. You don't know. Your mother is a Mahamaya. Be careful. I am telling you again. Never think that way. Nobody can be my favorite. I assure you. It is like mercury. If you put it on another metal or something, it doesn't stick to me. It never sticks to it. Never sticks. Now, supposing somebody is in trouble, somebody has written to me, there is some problem, then thought. But I don't stick to that. I don't stick to anyone. Nor do I have any attachment to anything. Because that would be against the principle of pure love. I cannot be attached, of course. I see your problems very intimately. I would love to solve them. I get worried sometimes. You can call it worried. But the thought, attention, is going towards that person. You have seen, when there is a time, the moon, when it is full moon, the time is atrium. Does the ocean think, what about the moon? Does he think that it has to attract a particular ocean or something? It's just the nature, the subhava, the nature itself that acts. That's the nature. You can't help it. And this nature is the one you should also try to adopt and adore. Because it's very helpful. This gives you a great freedom from your mind. It's a lot of thinking, thinking, thinking. And it doesn't allow you to have thought-disawareness. Get attached to someone. You're worried about some problems. Even your problems sometimes, all the time. Think about real problems. Or about somebody whom you are attached to. Then this mind starts going. How to solve the problem? What to do with this? But then you stop your agya completely. How will the kundalini rise? In any walk of life, for a sahaja yoga, the best way to stop thinking is to think how he is going to spread sajaja yoga. This is the greatest pleasure for you. For which you don't have to pay or do anything else. Just know one of the powers you have. At this point I find many people are not aware of their powers and don't use them. When you don't use your powers also, kundalini falls. Why should she work? She's not stupid. If you don't want to use her for what she has to achieve, then why should she worry about you? So she just drops it. So nothing to do with it. Then suddenly you come out. Mother, I got this trouble. I thought that trouble is happening. Especially troubles like arthritis and all such troubles come from people who don't use their life issues. Give it to the flowers. Give it to the trees. Give it to anything that is living. But don't shirk it. You need not touch the person. But the desire is to be. Who should I give vibration? Only worry should be. Who should I put attention to? Where should I put this energy of fire? Once you start using this divine power, it starts to be much more, much more. And your mother, the kundalini, is very happy. And then you start seeing what is happening. What happened? For that, you have to have, first of all, attention on compassion and love. But compassion and love of God, God Almighty. But when I talk about compassion, I find people are more interested in the people who are sahaja-yoga, who are suffering, who are problems, who are thrown away from sahaja-yoga. They will write to be my mother, please. Some more or other take them back. That's my job, not yours. But those who don't love God, they are not going to achieve much. They have lost tongues, they don't funny. They don't understand. They are living God Almighty. And this kind of frivolous talking and frivolous behavior, you must understand that angels are around you. All the times. All the times. Yeah. They watch. They watch. They will help you. They support you. They will help you. They elevate you. They cross all kinds of hurdles. But you have to love God all your heart and all your spirit. You can't say things, which are not full of protocols. All this is only possible when you surrender your ego. God doesn't want anything from you. What can he give to God? It's funny idea people have. But it's alright. You can give anything to God. Krishna has said that you can give me flowers, you can give me water, you can give me this, 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 that. I accept it. But what does he say? That only thing that you have to do is to be one with me. You have to be one with me. You have to be connected with me. And this feeling of connection is so satisfying, so satisfying, so nice, which cannot be described in words. Thus you find your kundalini is just throwing out joy for yourself and for others. Also, the right side is ambitiousness, domination, shodha, harshness, cruelty. I don't know how many things there are on the right side. But they can be undimited. I mean the limit is fit there, you can say. Some other way may come to pumpkin with me, but so far it's the last one. So all these also start destroying this kundalini. I've seen also kundalini of people, who are hurt, 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 who can't rise, just can't rise, finished. Then I thought that they will take a second birth, only then one can work it out, because it's impossible to do such a kundalini to make a house. If you are selfish and you are cruel, then this kundalini becomes hurt. A good mother feels hurt when her child is hurt. So this kundalini becomes very hurt, because she wants you to have your second birth, and she can't just bear it. And this makes her absolutely incapable of rising. She becomes sick, ill, and wounded. So all kinds of agressiveness should be given. That's not going to help. Because you have come to Sahaja Yoga, not for saving money or bargaining or anything. You have come here, because you are sinners. I've seen invariably people, who have been to false kundalini, always have this kind of a money orientation, because they must have been linched company through by the previous kundalini. So it is we who can rise through our own goodness, and it is we who can come up to a level of great Sahaja Yoga. Don't keep this power in yourself. It is to be distributed and give others, and make others also very happy and happy. It is a duty of every Sahaja Yoga. Also, thinking about Sahaja Yoga, not about yourself in the best way to avoid any problems. But when they start thinking about Sahaja Yoga, they start thinking about the defects of Sahaja Yoga. That's not going to help. You have to develop that peace and mind in the years. By the weeks you can become a witness of your self-worth. You should be able to look at yourself and see what other things will take you down. Because today the world is absolutely chaotic. From this chaotic world you have to rise into a very peaceful, beautiful, beautiful world. And you have to take value to that. For that you have to have the quality. It's not just you become Sahaja Yogis, put my badge here, you know. In every way you can spread Sahaja Yoga. But be careful. Because one should not feel that you have done a great job. Whatever you are doing is for your own good, not for it. Now, we have to see what a great thing that has happened. Because Kundalini was a big mystery. The kind is not anymore. It's our hope. You all know about it. You know about its powers. You know how you can achieve your highest goal. So, just to balance. Just to lead a mediocre life. It's not a real true seeker of truth. But if you are the real seeker of truth. Then you should see what's wrong with what I have been doing. Whatever I have been following. And what I have done. All the scriptures have said that you have to be the spirit. All the scriptures have said that you have to be born. Again, I am not saying that. Only thing that I am doing is what they have said. I am trying to do it. And I ask you that you should do it. Sahaja Yoga is not going to like other religions. People abuse children. What they like. With money. This, that, all nonsense. Like a mafia. We are people who are chosen. We are special people. Who believe in a good life. And a peaceful life. May God bless you. 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 Продолжение следует...